Продолжение следует... Критикам, кураторам с целью поставить под вопрос основные положения современного искусства. Начался этот проект с диалога с Артуром Данто. И мы в этом диалоге рассмотрели три основные направления современного искусства. Абстрактный экспрессионизм, поп-арт и концептуализм. И первый вопрос, который я задала Артуру Данто, касался акции Виталия Комара и Александра Меламида, когда они научили слонов рисовать абстрактные полотна в стиле абстрактного экспрессионизма. И я задала такой вопрос. Можем ли мы включить слонов в арт-тусовку, если продукт их творчества совершенно неотличим, по словам самого же Артура Данто, от картин, например, Франца Клайна? И я хотела бы вам задать аналогичный вопрос. Потому что парадоксы, которые провоцируют абстрактный экспрессионизм, они, собственно говоря, аналогичны. Они все составляют определенную аналитическую группу вопросов. И вопрос, который я задала бы вам по поводу абстрактного экспрессионизма, касается позднего творчества Вильяма де Кунинга. Последние годы своей жизни он страдал от болезни Альцхаммер и совершенно потерял память. И до такой степени, что он даже не мог подписать свое собственное имя. То есть он забыл, что он художник. И он даже забыл, как его зовут, как художника. Тем не менее, картины, которые он создал в этот период, были приняты арт-рынком. И вопрос такой. Представим себе такую гипотетическую ситуацию. Больные Альцхаммером живут в доме престарелых. То есть это люди, пострадающие слабоумием. То есть у них нет практически памяти. Они не помнят, как их зовут. Они не помнят, что они художники. И их учат, скажем так, рисовать, как Камара и Меламид научили слонов рисовать. Поэтому, собственно, я и упомянула акцию Камара и Меламида. И эти картины, скажем так, переполняют этот дом престарелых. Наподумят тому, как арт-рынок сейчас переполнен работами абстрактного экспрессионизма. И в контейнере эти работы посылаются в какое-то хранилище, где родственники могут забрать работы своих, скажем так, дедушки, бабушки и так далее, дяди, тети. И этот контейнер не доходит до этого хранилища и попадает через ограбление в галерею. Его открывают, и работы, которые в этом контейнере, совершенно не, скажем так, неотличимы от картин абстрактных экспрессионистов. И как вы думаете, на ваш взгляд, не было бы ли разумным, если есть спрос на абстрактный экспрессионизм до сих пор, и особенно это интересно в России, где художники продолжают работать в определенном стиле, независимо от того, исторически это направление закончилось или нет. То есть, как вы считаете, не было бы ли разумным поместить производство картин абстрактного экспрессионизма в дома престарелых для людей, которые страдают слабоумием? Я вообще могу сказать, Ирин, что абстрактный экспрессионизм сейчас направление отработанное, оно может существовать как художественное направление, но оно маргинальное. Но интересно, что в России множество направлений, даже есть варианты начала века, еще до абстрактного экспрессионизма. Вы будете удивлены, но здесь работают люди и в стилистике Кандинского, и даже воспроизводят его и предлагают на премию Кандинского, который занимается совсем другими вещами. Здесь есть и соцреалисты, здесь есть художники и, надо сказать, коллекционеры, которые считают, что абстрактный экспрессионизм – это предел вообще истории современного искусства, потому что это живопись, и потому что в абстрактном экспрессионизме реализовался вот этот первичный художественный импульс. И такие люди, конечно, воспринимают историю абстракции и вообще историю искусства как движение к реализации этого импульса. Вот в 20 веке, начиная от Ван Гога и заканчивая Джексоном Поллоком. Другое дело, когда спрашивают, насколько абстрактный экспрессионизм напоминает варианты животных, можно ли животных этому научить. В интернете очень много тестов, где человеку предлагается сравнить работы абстрактных экспрессионистов с работами шимпанзе. Например, отличить легко, потому что все-таки шимпанзе, даже имея навык размазывания краски по плоскости, этот навык отрабатывает, но не развивает. Она не организует, нет организующего видения. И поэтому, в принципе, любой человек, даже не самый опытный, искушенный, насмотренный в произведениях искусства, он отличит работу Поллока от работы обезьяны. Естественно. Тем более, что Поллок — это серьезнейшая, мощнейшая аккумуляция. Это аккумуляция не только традиции абстракции начала века, это аккумуляция практик ритуальных индейцев, это аккумуляция сюрреалистического автоматизма. И вот это концентрация разных его наблюдений, опытов, потому что Поллок — это уже художник, например, непосредственного наблюдения, это художник опыта, и он собирает разные опыты и пытается собрать их в единый опыт. И такая же аккумуляция во многом была у Кандинского в свое время. И там диапазон его интересов, которые он аккумулировал, был гораздо больше. Диапазон обезьяны, к сожалению, ограничен. Или, например, конечно, проект Комара и Меламида, он был во многом уже симулятивным с точки зрения вот такой. Это была игра в истории искусства. Это их традиционная, во многом традиционная игра, которую они начали с 70-х еще годов. И они как знатоки истории искусства и люди, которые могут эту историю искусства еще конструировать. И история искусства является их материалом. Они прекрасно знали про ослов десятых годов, потому что группа «Ослиный хвост» в России, выставка 2012 года, она возникла после того, как во Франции или где-то, я забыл, опубликовали статью о том, что кто-то выставил живопись, сделанную ослиным хвостом, когда он ее крутил. Но, скорее, проект Комара и Меламида, он был уже не об абстрактном экспрессионизме. Это был проект о социуме, это был проект об обществе, это был проект о проблемах вовлечения людей, разных существ. Ну, мы как раз отличаетесь от Артура Данте, потому что Артур сказал, что картины Франца Клайна невозможно отличить от работ, сделанных слонами. Но, продолжая вот это определение критериев современного искусства, давайте тогда перечислим эти критерии. Вы назвали организованность, то есть должна быть определенная организованность в создании художественной работы. Я бы сказал, энергия, организующая видение. Это не обязательно какая-то жесткая структура. Форма может быть открытой, форма может вообще не иметь конкретных границ, потому что художники работают с пространствами, художники могут сделать социум, материалом своей работы, общество для материалов, это могут быть социальные проекты. Вопрос границ, потому что форма — это граница, внутренняя и внешняя. Когда мы чувствуем эту границу, мы чувствуем форму, где есть, как и в перформансе, как в картине, как в инсталляции. Вот мы оказались в пространстве инсталляции, и мы чувствуем, воспринимаем это пространство. Мы вышли из этого пространства, и мы понимаем, что инсталляция закончилась. Если она не закончилась, это означает, что либо проект так сделан, что это может быть вообще бесконечная инсталляция, потому что мы вышли другими из этого пространства. Но тогда нам придется искать эту форму всю жизнь. Как раз вот это очень хороший переход к моему второму вопросу о поп-арте. Артур Данте заявил в середине 60-х, что искусство закончилось, потому что как раз была стерта граница между искусством и реальностью жизни за пределами искусства. Любой предмет мог бы быть принесен в галерею и объявлен предметом искусства. И с его точки зрения, это было концом искусства, потому что в таком случае все предметы могут быть призвольно объявлены в тот или иной момент времени как предметы искусства. И в нашем с ним диалоге я задала ему вопрос, а что если действительно мы будем производить такие фестивали, когда мы будем объявлять какой-то день, днем открытых дверей, когда в каком-то определенном городе каждый дом, каждая квартира будет открывать двери, и каждый предмет в этой квартире будет объявлен предметом искусства. И в данном случае тогда тот критерий современного искусства, который вы сейчас сформулировали, не работает. Невозможно и нет принципа организации, и нет, и невозможно принцип границы. И мой вам вопрос в данной ситуации, чтобы опять-таки продолжить и развить вот эту группу парадоксов, опарий, которые связаны уже теперь с поп-артом, вопрос мой такой. Был знаменитый скандальный случай с инсталляцией Демиана Хёрста, когда уборщица приняла его инсталляцию за груду мусора, оставшуюся после пати, галереи, и просто выкинула эту инсталляцию на свалку. Вот как вы считаете, можем ли мы отрицать право вот этой женщины-уборщицы на своё собственное концептуальное понимание концептуализма? Но она же не считала эту как художественную ситуацию, она действовала в совершенно других правилах. Она же её не считывала. И проблема уже скорее здесь индивидуального восприятия с одной стороны, с другой это проблема художника. Если он хотел создать вещь нонспектакулярную, и посмотреть, что с ней будет, если он хотел понять, насколько эта вещь... Ведь если это речь шла о, например, музее или галерее, это чистый эксперимент. Человек, который это делает, мало чем рискует, потому что в пространстве галереи или музея современного искусства естественно любой объект уже эту энергию пространства на себя принимает. Это безопасная вещь сравнительно. Но то, что уборщица вынесла и не считала, это вопрос скорее не восприятия её. Она же не искусством в этот момент занималась. Точно так же, как комры и меламид, вы сказали, вводят слона в художественное сообщество. А они его спросили, они не имеют права этого. Где-то они не имеют права этого делать, потому что у слона нет выбора. Они его используют. И вот если бы... Это значит, что слон для них инструмент. Поэтому здесь слона как субъекта нет. И обезьяна это инструмент художника. Понимаете? Вот, поймите это. Но в таком случае я могу вам возразить... Художник работает обезьянами. Дело в том, что... А не обезьяна работает. Вот это разница. Дело в том, что есть определённые практики, когда галерейщик, работая с художником, определяет сам процесс производства. Сколько и что производить. Причём есть совершенно знаменитые... Знаменитые случаи, когда художники просто... Просто запрещалось производить больше, чем определённое количество работ. Потому что художник, который участвует в современной индустрии... Современное искусство — это индустрия. Музей — это фабрика. Галерея — это фабрика по производству художественных ценностей. И многие заблуждаются, думая, что это места раскрутки их. Нет, это места их производства. В этом производстве участвует художник, галерист, критик, зритель. Все являются... Они формуют вот этот некий... этот объект. Они создают вокруг него прибавочную стоимость. И поэтому, конечно, как любое производство, индустриальное, художественное производство таким же образом имеет определённый план, имеет лимит. Вот не выбросит галерея на рынок, например, в результате большее количество, чем оно может. Есть мощности определённые. И здесь мне очень интересно, как связано, например, современное искусство и экономика. И экономика индустриального общества. А поп-арт — это кризис индустриального общества. И минимализм. Между ними разницы никакой нет. Почти. Да, но в том-то и дело, если у нас нет определённых критериев современного искусства, и они являются произвольными, тогда, собственно говоря, и сам вот этот процесс производства становится, как вот свободный рынок, он становится хаотичным. И он, собственно говоря, становится в какой-то момент саморазрушающим. То есть вот мой вопрос о уборщице, собственно говоря, касался именно вот этого языка, эсперанто, концептуального искусства, который изначально является в контексте Дэмина Хюрста элитарным. То есть вот эта женщина, она была просто не в курсе и априорно, априорно, то есть вот сама по себе она не могла понять, что это произведение искусства. Ей можно было объяснить потом в каком-то определённом контексте, что это является произведением искусства, вот в этом месте, при этих обстоятельствах и так далее. Но, тем не менее, вот это произведение, оно не обладало значимостью, которая бы переводилась на другие языки. Ну, скажем, на язык этой уборщицы, на язык индейцев в джунглях и так далее. То есть вот такой вот общечеловеческой значимости в этом языке не было. И апарея, как мне кажется, заключается в том, что если не было вот этой общечеловеческой значимости, значит, всё, что бы не вкладывалось артусовкой вот в этот объект Демиана Хёрста, даже если вот он бы и выполнял те критерии, которые вы определили, как-то определённая организованность и определённая граница, там, естественно, присутствовала, да, тем не менее, вот эти критерии были совершенно произвольными. и поэтому уборщица имела полное право выкинуть это на помойку, потому что она имела право на свои собственные границы и на собственные критерии. И тогда, собственно говоря, вопрос заключается в том, что не является ли это, собственно говоря, саморазрушением тогда искусства, если это не является общечеловеческим языком, если это просто язык асперанта. общечеловеческий язык, он же тоже нарабатывается, это процесс, и многие вещи, которые мы сейчас считаем общечеловеческими и общечеловеческими не являлись. Они просто приобрели значение как некая система конвенций. Что интересно в этой ситуации? Ведь и столько искусства позволило людям понимать культуру друг друга и культуру разных народов, культуру разных регионов. Искусство где-то, я бы сказал, поверхностный способ восприятия. Человек пришел, он посмотрел на какого-нибудь идола с островов и ой, какой прекрасный объект, там, замечательный, вот у него форма, он выразительный, но он ничего об этом не знает. И не узнает, возможно, потому что это культура, которая требует очень длительного изучения. Но, по крайней мере, эта опция восприятия искусства, вот он включает, я ничего не понимаю, но я включаю художественное восприятие. И все, я понимаю, я понимаю соборы, я понимаю разные-разные культуры, наскальные рисунки, но и как раз современное искусство дает этот ключ, потому что оно, процесс его восприятия, он предполагает формирование этих опций, и очень разнообразных, в разных ситуациях. И мы смотрим, анализируем какой-то совершенно в прошлом не художественный объект, мы включаем опцию искусства, и мы, у нас рождаются идеи, мы чувствуем уже себя втянутыми в какую-то ситуацию, и мы в этой ситуации уже можем ориентироваться. Только искусство позволяет этой ориентации. она, надо сказать, с языком связана опосредованно, я бы сказал. Многие художники, которых интересовали нонспектакулярные вещи, вот такие вот не антидемонстрационные, он опять ставил, возможно, задачу определения этой границы. Есть она, нет. Возможно ли это вовлечение зрителей, или невозможно. Ну, если это было специальное искусство для уборщиц, я сомневаюсь. это интересная, кстати, тема элитарности этого языка, этого искусства. Но это действительно очень часто современное искусство это элитарная культура. Она стала чем-то вроде высокой науки, хотя иногда притворяется абсолютно массовым. Но массы от этого, по крайней мере в России, бесятся совершенно. Потому что они приходят в музей, чтобы посмотреть иконы, посмотреть образцы для поклонения еще. Они не готовы работать, они не приходят в музей работать. Вот, они приходят в музей просвещаться или проводить досуг и так далее. Они не воспринимают музей как пространство работы уже. И когда они видят то же самое, что они только что видели на улице, у них начинается они звереют. Потому что они хотят уйти оттуда. Но приходят туда, откуда они пришли. И вот это действительно ситуация в России, по крайней мере, сложная. Но элитарная культура, она так или иначе, но всегда существовала. С вашей точки зрения вот это размывание границы между искусством и реальностью не является смертью искусства? Нет. Нет. Это бесконечное балансирование соотношения, взаимодействия, отторжения. Это может быть что угодно. Когда в эпоху барокко персонажи выпрыгивали из картин, как это происходило в эпоху перформанса, вероятно, кто-то тоже считал, что нет этой границы между изображением и реальностью, что она разрушена. И поэтому искусство, атакующая реальность, оно не разрушит себя, потому что, возможно, на следующем витке оно абсолютно автономизируется, сожмется и сконцентрируется на выявлении своих собственных законов. Интересно было, что модернизм европейский начало века, он настаивал на автономии. Он говорил, я не реальность, я черный квадрат, я решетка, я пятно, я композиция, я абстракция. А в результате художники модернизма создают производственные талоны для дизайна, для всей среды, они меняют среду вокруг себя, хотя такие проекты в авангарде было очень много. И вот искусство, которое стремилось к автономии, закончилось массовой культурой в результате, и поэтому любая элитарная идея, она станет массовой вскоре. И уборщицы, возможно, перестанут убираться. Хорошо, тогда у меня такой вопрос. А как вы думаете, что вкладывал Демиан Хёрст в эту инсталляцию, которую уборщица приняла за груду мусора? Какая была идея Демиана Хёрста? Я ее не очень себе представляю визуально, как это выглядит. Просто мусор, потому что мусоров много было, и Демиан Хёрст, исходя из его практики, вот таких вторичных аппроприаций, утилизаций. Я не имею в виду инсталляцию как таковую, а я имею в виду вообще сам принцип, сам принцип, когда происходит такая аппроприация бытового предмета в пространстве высокого элитарного искусства, контекста. новизна ушла. Это было новое во время Энди Ворхелл с середины 60-х годов. А вот сейчас новизна ушла. Какой духовный процесс, духовную работу может художник требовать от зрителя, когда уже нет этой новизны, первозданности, этой идеи? Что вообще какие идеи в это можно вложить? Вот в это разрушение границ между полным разрушением и раздвижением этих границ. Как на ваш взгляд? если это все уже было? Да, Как на новом витке это можно вообще... Да, то есть без новой идеи, что еще это может нести? Потому что эти те же самые предметы, которые просто внесены в пространство галереи. Здесь интересная может быть ситуация произошла. Я не знаю с чего там состоял конкретный мусор у Херста, но известно, что Херст в качестве образцов, и он не скрывал этого, он использовал работы других художников, в частности того же Кунса. И формальдегидные животные Херста это по сути капитализированные баскетбольные мячи в аквариумах у Кунса. И когда Кунс это делал, критики сначала категорически отказывались это принимать, а потом они сказали, господи, этот человек, он показал, что никакой разницы между поп-артом и минимализмом нет. Мы мыслили коридорами, теперь мы понимаем, что абсолютно происходит диффузия. Кстати, в поп-арт показал, что нет разницы между абстракцией фигуративом. У Лихтенштейна одно переходит свободно в другое. И за это ценили пол-парт, мне кажется. Потому что сейчас я сомневаюсь, что есть апологеты потребительского общества, или люди, которые будут говорить, круто, Уорхол сделал банку, это уже никого не радует. Всем сейчас более интересны какие-то операции уже, очень точечные операции, которые делали тогда художники. И почему это сделало их высокой культурой? Потому что они работали не только на грани искусства и жизни, они показывали, как работают стили, как работает вообще, что можно сделать с визуальностью. И все наши визуальные различия, это наша мнимость, это все сидит, это наши коридоры, их не существует на самом деле. И они показывали, как эти визуальные различия можно преодолеть. И когда Хёрст уже делал работы на основе Кунца или Ханса Хаки, которых он тоже использовал, он апроприатор эпохи постмодернизма, по крайней мере, он начинал с этого. Другое дело, что он построил свои работы как в общем инвестиционный проект. проект. И как раз поэтому они оказались понятны, поэтому на них стали валить люди, потому что они изначально стоили дорого. И я бы сказал, что где-то это контрреволюционный жест, Херст. Потому что голливудский фильм анонсируется задолго до его создания, и все знают, что это миллионы долларов. Все хотят посмотреть, что они там сделали на эту сумму. Когда Херст действительно показывает свои вещи, для большинства они совершенно новые и необычные, потому что мало кто эту связь видит с Кунцом, мало кто видит связь с предыдущей традицией. Другое дело, что и у Херста, и у Кунца работы были ориентированы на какое-то другое временное измерение совсем. Это были работы, которые, я бы сказал, сделаны так, как будто мы живем в будущем. И они были совершенно не модернистскими и даже не постмодернистскими. Это будущее, которое уже наступило, и которое тянется и тянется бесконечно. Эти идеи вечности, идеи вечных форм, идеи, они были очень странные. Конечно, сейчас они очень странные. И в случае с Херстом это как будто бы художники Ренессанса, которые создавали зрительные иллюзии, имитации уже драгоценных материалов, и эти имитации ценились. Как будто художники Ренессанса, кто-то из них вдруг вылез и говорит, а я все то же самое опять сделаю в золоте. И вот искусство Ренессанса уходило от драгоценных материалов в сторону создания иллюзий, фикции и всего остального. Херст это как будто бы художник антиренессансный, который пришел и сказал все, все то же самое, но серебро, золото и драгоценные материалы. И люди стали это все потреблять, потому что это они понимают. Они понимают это на таком уровне, драгоценного материала, как в средние века. Да, я согласна с вами, что творчество Демена Херста это действительно создание определенных финансовых инструментов и работа с этими инструментами аналогична собственно говоря работе с другими финансовыми инструментами на рынке финансовых инструментов. и действительно он начал с того, что Чарльз Саачи купил у него все работы на 10 лет и вложил сразу же деньги в его акулы. Действительно эти акулы стоили дорого, по-моему 50 тысяч паундов что-то вот индухида одна. То есть он начал собственно он начал после того, как он выставил труп поедаемый личинками, следующий его проект был очень дорогой. Но понимаете меня что тревожит в случае с Демианом Хюрстом и с Диффел Гонсом это то, что эти художники действительно апроприируют какие-то определенные образы, переносят их в другие контексты, объявляя их предметами высокого искусства. Потому что эта акула была до этого выставлена в витрине какого-то магазина в Англии. И вот эти огромные анатомические фигуры, показывающие одну сторону целую, другую сторону изнутри тела, это тоже было все взято из какой-то анатомической книги, из рисунков какого-то автора, художника, который работал с анатомическими рисунками. И вот эта просто смена контекста она сделала их предметами высокого искусства. Но я на это смотрю как философ. И есть определенная философская техника. Ее разработали циники, киники и скептики временного эллинизма. Эта техника анализа. Предлагают купить мусор, который просто валяется у них на помойке. И это же затрата времени, силы. Даже если человек не покупает этот мусор, который может быть даже осыпан бриллиантами, но просто то, что человек тратит свое время, которого в жизни мало, 70-80 лет жизни, на то, чтобы просто пойти в музей, причем многие музеи федерально спонсируются, спонсируются на налоги населения. И поэтому люди, грубо говоря, общаком платят за вот этот мусор, который им предлагают рассматривать как объект искусства. И который, в принципе, если ты не знаешь, что это мусор, можно просто вынести на помойку. То есть, собственно говоря, вопрос, если действительно есть вот эти конкурирующие, противоположные претензии на смысл этого мусора, значит, ли это, что мы должны выдвинуть какие-то другие критерии, оценки, интерпретации искусства, ну и в том числе современного искусства. Критерии, они постоянно меняются, потому что каждый художник должен, ну не должен, но каждый интересный, хороший художник, он меняет систему критериев. Это было и в эпоху Леонарда, это было и в эпоху Кунса. и я бы сказал, что здесь нет никакой разницы. Каждый привносит новое в систему оценки качества труда, художественного труда, а иногда меняет, в принципе, представление о характере художественного труда. И здесь нет, опять же, мне кажется, что люди, которые, например, не понимают, почему в музеях выставляется именно это, они просто не совсем понимают, не совсем ориентируются в том мире, в котором они живут. И чем больше они поймут об этом мире, тем будет понятнее почему. Вот это, кстати говоря, очень хороший вопрос. Я постепенно к этому веду наш долог. Мне кажется, что вот этот вот гнев, буквально ярость масс, она же не заканчивается. То есть нет пределу ни временного, ни пространственного. То есть вот это разделение на так называемую высокую элитную культуру и на массы, оно остается. И оно, я бы так сказала, искусственно поддерживается. В этом противопостоянии, собственно говоря, есть существование вот этого западного рынка, создание вот этих финансовых инструментов. То есть люди, они не понимают, масса, они не понимают работы вот этого элитного, очень узкого рынка, маленькой группы людей, которые играют в эти игрушки между собой, просто, просто, можно сказать, обмениваясь определенными финансовыми инструментами, делая какие-то вложения в какие-то бонды, это как вот, действительно, выпускается какой-то финансовый инструмент, и трейдеры играют в эти финансовые инструменты, даже спекулятивно возможно набить цену, поднять цену на эти бонды, можно искусственно опустить, и это рассматривается, скажем, аналогично рынку недвижимости. В Манхэттене квартиры стоят безумно дорого, хотя ты отъезжаешь буквально 15 минут через мост внижерстве, и цены падают, скажем так, в два раза, да, то есть аналогично этому взвинчиваются цены на вот это элитарное, очень ограниченное от масс искусство. Мой вопрос состоит вот в чем. Не кажется ли вам, что гнев масс не по поводу того, что они не могут играть в эти концептуальные игры, ну, скажем так, оценивать смену контекстов между поп-артом или обмен контекстов между поп-артом и абстракцией, да, а не кажется ли вам, что гнев масс заключается именно в том, что этот узкий круг людей, они просто равнодушны к тому, что волнует массы, чем они живут, а массы живут выживанием, то есть это касается собственно говоря и вас, то есть ваш контекст как от критика куратора и теоретика искусства очень отличен например от человека в вашей позиции работающего на самый крупный музей России огромной страны богатой страны он очень отличен от человека в вашей позиции например в Америке тоже очень большой богатой страны и вы как раз как человек в этой ситуации вы наверное можете понять ну скажем так остроту этого вопроса для масс мне кажется что есть несколько аспектов дело в том что искусство оно развивается по исходя из собственной логики общество власть пытается это искусство использовать и те аспекты которые вы указали совершенно справедливы это уже аспекты не искусство а использование власти художественных разного рода образцов со своими целями потому что это было всегда опять же искусство использовалось для власти фараонов для религии для религиозных нужд если сейчас капитал использует искусство для своих нужд это это увы и ах но это власть и эта власть делает что она действительно где-то людей постоянно фрустрирует тем что вы ничего не понимаете вам не понять это очень вот и и поэтому даже не вникайте в это это иррациональные вещи за этими а это действительно иррациональные вещи во многом хотя искусство тоже иррациональные вещи и конечно где-то Капитал использует искусство, использует, начиная, я бы сказал, с сюрреализма. Поэтому опыт сюрреализма очень важен был для Демиана Хёрста, для позднего Кунса, для всех художников, которые вот так вот на сцене существуют. Потому что сюрреализм был картиной, стал реальностью. И этот сюрреализм власть использует именно во многом для того, чтобы сокрыть себя. Чтобы действительно этот человек массы не понимал, но где-то был управляем, надо сказать. Потому что если он не понимает, это значит, что он кому-то доверяет уже, скорее всего. Он должен кому-то делегировать свои вот эти самые вещи. Тогда у меня вопрос. Вот как вы считаете, искусство должно продолжать вот эту традицию, которая уже выработалась, как вы видите, с времён сюрреализма, традицию разделения общества на элиту и массы? Или всё-таки искусство должно, наоборот, каким-то образом выработать какой-то язык, который элиты и массы бы разделяли? И тогда бы уборщица сама по себе могла бы понять, что это произведение искусства, подобно тому, как мальчик Раппа в диалогах Платона, разговаривая с Сократом, он сам приходит к пониманию истины, смысла? Проект 60-х, искусство 60-х, это было искусство, в общем-то, ориентированное на средний класс. Это было искусство демократическое по своим интересам, которое пыталось разрушить иерархию традиционного общества. Этот проект действительно не состоялся, потому что в конце 80-х, и то, что мы имеем сейчас с подъёмом неолиберальной экономики, дифференциация гигантская. И то искусство, которое было, искусство 60-х, якобы обращённое к этому среднему классу, оно не знает, куда ему уже обратиться. Но в качестве альтернативы звёздам арт-сцены есть социальные проекты у художников, есть попытки и есть площадки, где эти формы демонстрируются, разрабатываются. Но эти художники не так известны, как Хёрст, потому что Хёрст — это та индустрия, насаждаемая капиталом уже. И это искусство, которое… искусство власти. Искусство, которое власть использует для… в том числе и манипуляции массовым сознанием. И точно так… А методы старые, действительно, потому что сюрреалисты также… Я не говорю, что сюрреалисты как-то были связаны с властью изначально. Нет. Это тоже использование. У меня тогда такой вопрос, что действительно есть определённая циничная позиция большого капитала, которая принципиально себя ограждает от массы и бледёт эту границу, скажем так. И вот эту виртуальную экономику формирует. Да. Виртуальную экономику цен. Свою виртуальную реальность, скажем. Да, и виртуальную реальность. Виртуальная реальность, куда человек с улицы не может попасть, даже не пройдя фейс-контрол. То есть он просто даже… Ему как просканировать, когда он просто переступает через порог, уже будет понятно, принадлежит ли он или не принадлежит. Но вопрос у меня такой. Вот вам не кажется ли вам, что вот такая позиция, она является саморазрушительной для самих же людей, которые находятся внутри вот этого золотого зоопарка? Тут каждый делает свой выбор. Я уж не знаю, насколько они саморазрушаются. Если они целиком становятся перформерами, как Сальвадор Дали, работают, становятся именно персонажами сцены, если им это нравится. Но каждый из них какой-то приватности, я думаю, имеет. И приватность, она тщательно оберегается. Надо сказать, что в современном обществе приватность – это самое дорогое удовольствие. И как раз мы, я думаю, многие из весьма успешных людей, они работают в первую очередь для создания этих приватных каких-то рекреаций, в том числе экологических для себя. А это значит, что они вот эти границы своего мира соблюдают вполне. Я не думаю, что это разрушение. Хотя... Вот эти вопросы, которые, они не являются социально-политическими. То есть я сейчас не отстаиваю ни интересы масс, ни интересы элиты. Я понимаю, вы ищите... Я рассматриваю чисто вот как философские такие вот опаринные ситуации, как вот парадоксы такие аналитические. И с точки зрения философского анализа, мне кажется, что если человек не имеет сострадания к людям массы, он не будет иметь сострадания и к ближним своим, которые принадлежат его кругу. Конечно, конечно, не будет. Но Оскар Руальд еще... Вся история Оскара Руальда про это. И его апология некого чистого эстетизма, которая закончилась этикой в результате. И отрицанием этой апологии чистого эстетизма. Этический момент, мне кажется, он развивается сейчас. И в искусстве становится больше этики. Мало того, этика стала чем-то вроде конъюнктуры уже социальной, что свидетельствует о какой-то смене парадигм по сравнению с искусством XX века. Хотя искусство XX века тоже начиналось как очень этическое. Когда художники пытались, например, освободить восприятие людей. Это была этика. Они не говорили, что я интересуюсь только своими ощущениями, как это было у импрессионистов. Нет, они говорили, что я занимаюсь первичными импульсами. Я хочу понять закон искусства, универсальный закон, который преобразит восприятие. Это вещи очень этические. И художники, которые сейчас занимаются, например, теми же социальными проектами, они как раз противостоят этим монументам капитала, которые делает тот же Хёрст. Значит, вы не поддерживаете Артура Данта в его тезисе «Конец искусства». Нет, нет, ни в коем случае. Тогда у меня к вам такой вопрос. Артур Данта сказал, что он даже не верит, что что бы то ни было интересное, будет создано в искусстве. То есть искусство как социальный институт с его точки зрения закончился. А если вы считаете, что он не закончился, то есть как вы тогда видите развитие искусства? И считаете ли вы, что искусство развивается во времени? То есть есть ли какой-то определенный прогресс? И что вы считаете важным сейчас донести до культурной публики Москвы, как ваше видение завтрашнего дня искусства? Потому что очевидно, что мы должны каким-то образом формировать какие-то парадигмы, какие-то концепции перед тем, как мы что-то делаем. Мне кажется, что, ну, говоря о будущем, сейчас трудно об этом говорить, потому что уже это ощущение будущего, оно наступило, тем более в России, где произошла очень интересная вещь, потому что вся философия коммунизма была ориентирована на будущее вообще. Все жили завтрашним днем. Это позволяло людям вообще терпеть бесконечные страдания. Вот это самое будущее, ради которого они жили. Когда это будущее закончилось для России, началась архаизация. Началось прошлое. Началось прошлое. И на самом деле люди живут в прошлом, только самым разным. Дореволюционным, царским. Есть художники, которые пишут сейчас портреты в духе, как будто революции не было. Это поражает одновременность и безвременность, такое безвременное, художественное безвременное России. Люди, которые погружены абсолютно в советскую реальность и загипнотизированы через фильмы, например, потому что нет новых фильмов. Их очень мало. Эти фильмы не заполняют ландшафта, скажем, визуального. То, что людям предлагает культура сейчас нынешняя, не в состоянии заполнить этот ландшафт. И вот так вот современная культура в России сама толкает людей туда, в эту грезу 80-х, 70-х годов и так далее. И поэтому, мне кажется, что проблема такой синхронизации одна из самых главных. И она и художественная в том числе. Тот проект, например, Маклая, который я видел на Минцанском бейнале, это очень хороший проект по постановке задачи, где кадры из разных фильмов были склеены в временную шкалу. Это по минутам, и каждый зритель мог видеть что-то. Это очень, я бы сказал, иллюстративно сделано, но очень точно. И надо сказать, что в СССР были такие фильмы, опыты синхронизации. В России есть опыты синхронизации, и они позволят выйти из временной воротки и подключиться еще к какому-то другому времени. Время сейчас, мне кажется, одна из важнейших категорий. Отсюда временное искусство, отсюда много видео, отсюда много произведений, которые предполагают какой-то путь. Не статичное вот это вот вибрирование перед произведением искусства, а именно движение. И во времени, и в пространстве. В этом перспективе. Потому что еще, если вспоминать 60-е, там не было пространства. Там были какие-то антитовары, антивещи, антииллюзии, но не было среды. И это не дизайн, а это именно конструирование пространства, конструирование ощущений на новом уровне. Я бы не сказал, что я очень сильно верю в какие-то новые технологии. Хотя есть кураторы, которые целиком делают ставку на медийность. Я думаю, что самое интересное, что сейчас художники делают, это опыт совмещения, конечно, разных медиа. То есть вы не согласны с Ерофеевым, когда он говорит, что живопись совершенно не актуальна сейчас, это мертвое искусство? Живопись в том варианте, в котором это было, например, даже в начале 20-го века, она не то, что мертвая, она невозможна. Потому что другие глаза, другие мозги, люди, которые делали живопись, они это делали без электричества. Все. Электричество шараха – это по глазам какая живопись дальше. Но то, что люди пишут картины, но уже с другими целями, не с целью, например, создания живописной гармонии. И картина осталась, живопись исчезла. И вот с Андреем мы разговаривали на эту тему, и я в его случае так и не понял, он имеет в виду картину или живопись. И он имеет в виду как медиум определенное. Да, как медиум. Потому что, в принципе, картина сохраняется. Когда фотография 90-х стала картиной, я думаю, все концептуалисты были просто в диком бешенстве от этого. Они ушли от картины в 60-е годы, но картина вдруг всплывает у фотографов, и все, и происходит абсолютная реабилитация вот этой формы. И нет, я думаю, что все виды искусства так или иначе… Со скульптурой сложно очень, хотя Кунс делает. Это уже скульптура. Это нельзя назвать объектом. Объектом это было, когда это был резиновый заяц. А вот, это скульптурный монумент. Парадоксальный, но монумент. Продолжение следует...